Привет, друзья! Я вас хочу познакомить с двумя моими приятелями, это Серега и Дима. Они вчера выступили в Олимпийском, это очень круто. И хочу узнать, что за бизнес такой, почему их пригласили, что они рассказывали. Короче, Серега и Дима, здорово! Здорово! Серега и Дима! Вы какими судьбами в Москве вообще? Мы прилетели специально на 20 тысяч наступить. Да. У нас в Москве было такое, но это было интересно, не забываем. Энергия зала, конечно, нужно учиться. Хочется прямо, в следующий раз уже хочется так вот, более осознанно, так, чтобы влиять на аудиторию. Да, круто. Короче, давайте сделать с вами интервью, что за бизнес у вас и вообще, почему у вас в Олимпийский познание. Мы сейчас там обсудим. Давай расскажем, как бабки зарабатывают. Давай, все, ладно. Да, ребят, короче, все вам покажем. Да, это реально, представляете, 20 тысяч человек, это просто мощь. Погнали. И вот он здесь! Тут порядка 300 где-то ферма, вот именно в этой локации. Я самый успешный инвестор года вообще. Он умеет глубоко заглатывать. Видимо, гормоны играют у криптоанархистов. То есть их сейчас ни у кого нету. Даже у нас там с большим трудом очень маленькое количество. Так, ну что, друзья, как вы видите, я продолжаю погружаться в этот огромный мир криптовалюты. Как можно на этом реально заработать? Работает ли сейчас майнинг? Или это уже все в прошлом? Или нужно трейдить? Или нужно вкладывать деньги в фонды? Я сам пока до конца не понимаю. Но будем разбираться вместе с вами. И нам сегодня поможет Женя Ложков. Женя Ложков – это мой друг, которого я знаю. Он из классического бизнеса. Но все больше бизнесменов уходит. Где-то из классического бизнеса в криптобизнес. И вот он здесь! Женя, здорово! Здорово! Рассказывай, где мы? Что это такое? Что это? Почему тут так шумно? Ну так шумно, потому что работает очень много вот этих ферм, которые добывают криптовалюту и шумят вентиляторы, которые их охлаждают. Говорить действительно сложно. Да, очень много – это сколько, скажи. Сколько здесь оборудования, на какую сумму? Ну, сумму я не буду называть. Тут порядка 300 где-то фермы, вот именно в этой локации. 300 ферм – это ваши фермы. Наши инвесторов. И для себя. Мы начали заниматься этим. Достаточно давно, когда еще это было очень непонятно, то есть сейчас много информации, сейчас можно легко разобраться, почитать, там, собрать, посмотреть видео. Когда мы начали этим заниматься, для людей это было что-то очень непонятное, но высокодоходное. И мы выступали как компания, куда люди просто приходят и говорят, блин, у меня вот есть 10 миллионов, сделайте нормально. Мы ничего в этом не понимаем и не хотим понимать. Вот. Но сейчас на самом деле я тебе скажу, что большинство все равно точно так же. Вот вам деньги, только главное первое – не просрите. и второе – хорошо бы еще было бы заработать. Расскажи, вот, самые азы вообще, что это такое, зачем это надо, как эта штука зарабатывает деньги. Она просчитывает некий алгоритм, хэш-функцию. И за просчет этой хэш-функции начисляется некое вознаграждение. То есть, там, в разных валютах оно по-разному может быть. Там разные принципы его начисления, но вот в целом это так работает. Короче, это включается в розетку и вычисляет, ну, то есть используется его мощность для того, чтобы вычислить какой-то алгоритм. Ну, на самом деле, этой мощности, в принципе, не надо сильно много. Просто из-за того, что их фермы сейчас у многих стоят, по сути, мы конкурируем с друг с другом за добычей вот этой вот награды, которая каждая там единица времени генерится, появляется. Награда – это биткоины. Где-то биткоины, где-то эфир, да, может быть, там, ну и другие валюты. Вот эта штука сколько стоит вообще, вот это все? Вот эта одна, но вот эта большая, тут 13 карточек, я думаю, вот эта минимум полмиллиона, может быть, больше. 500 тысяч рублей примерно. Сколько она приносит? Ну, в месяц 1050 должна приносить. 50, то есть… Тут надо конкретно разбираться, я не знаю, вот именно в этой, какие карточки, они могут разные быть, какая у нее там производительность, что она конкретно добывает, вот. Ну, можно посмотреть все это более глубоко там в отчетах. Ну, вот так, цифры примерно такие. Ну, смотри, 500 тысяч, это если здесь это купить или если в Китае? Здесь. Ну, сейчас это сложно купить, сейчас дефицит прямо на карточке очень большой. Сейчас хайп примерно как весной был. Опять на карте? Да, опять на карте. Может быть, был на Асике? Да. Потому что эфир стоил 300, стал стоить 1400, сейчас, правда, чуть подешевел. Из-за этого доходность опять стала очень высокой. Там, за 34 месяца, если купить по хорошим ценам, можно эту штуку отбить за 34 месяца. Но сейчас таких цен нет уже. Допустим, если дать себе 10 миллионов рублей, что дальше? Мы можем собрать вот такие вот вещи на всю сумму, разместить их вся в дата-центре и они будут работать. Когда это окупится? Ну, объективно, за вычетом всех комиссий, наших комиссий, за вычетом электроэнергии, там, каких-то колебаний рынка, то, я думаю, полтора года нам закладывать. Если рынок вырастет, то, может быть, месяца за 7 еще. Люди добывали эфир, например, по 300 долларов. И окупаемость была по 300 долларов где-то там год, допустим. В этом раз эфир вырос в 3 раза. Получается, если они добывали его хотя бы 4 месяца, то у них все отбилось за 4 месяца, вот если он в моменте вырос. Короче, сильно зависит от курса, растет он или стоит на месте. Здорово! Ребят, хорошо, у нас 2 крутых парня, их зовут Серега и Дима. У вас прикольный бизнес, Сережа был связан с БМ, с запуском, насколько я понимаю, да? То есть, вы стоял у истоков. У Димы были крутые проекты, это кнопка жизни. Это был, я по телеку даже смотрел, если честно, какой-то Пусть Говорят, по-моему, был. Да, было мы там, да. Мы там засветились так, что потом 1006 заявок пришло на франшизы, на все. Там, Малахов, конечно, хорошо рекламу окупает. Да? Хорошая коллаборация с молодым. Да, да, да. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Сегодня в нашей студии 20-летние миллионеры. И во время рекламы к нам присоединился молодой миллионер родом из Беларуси. Знакомьтесь с Дмитрием Юрченко. Но сегодня мы не об этом, сегодня мы о вашем новом проекте поговорим. Расскажите, кто, кстати, будет, кто у вас главный? Серега у нас главный. Серега главный? Мы такие две, 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 Орел. Серега нас умный, а я делаю. Да, да, да. Будем говорить с умным сегодня побольше. Серега, ну давай, расскажи, что за проект. Ну, наверное, имеет смысл вообще рассказать про онлайн образование, может, сначала. То есть мы создаем онлайн-образовательный проект. То есть сначала мы делали их для себя, то есть брали эксперта, продюсировали, создаем онлайн школу с экспертом. То есть такой образовательный центр в интернете, где эксперт, он больше как методолог, идеолог. Есть какая-то система, где человек заходит и по итогам он там худеет, или там качает мышцы, или там он начинает говорить по-английски, или он там зарабатывает деньги, обретает профессию. Ну, то есть какой-то результат. У тебя есть знания, к примеру, как правильно завязывать шнурки. И у тебя уникальная методика, и ты знаешь, что люди будут экономить по 5 секунд ежедневно, и в результате это перейдет в года. Да. И ты говоришь, чуваки, научу всех завязывать круто шнурки. 5 баксов платите и сэкономите год своей жизни. И, соответственно, приходит 100 человек, платит по 5 баксов, и человек зарабатывает. И вы учите, как сделать так? Как сделать так, чтобы уроки по продаже шнурков подавались хорошо. Ну, у каждого человека есть уникальные знания. У нас есть ребята, которые, например, научились выращивать грибы-вешенки. Он это запаковывает, как онлайн-курс, и там вешенки, да. Такие специальные грибы, которые есть в аудитории людей, которые заморачиваются и учатся как-то... Они очень вкусные или что? Ну, они какие-то там, да, то есть, не знаю, не разбираюсь в этом. Ладно, грибы-вешенки. И он успешен в этом, да. Есть у нас резидент, к примеру, Вера, у нее есть пекарня. Они припекут хлеб и пряники к Новому году. И она сделала курс, как делать пряники к Новому году и зарабатывать на этом. То есть, ты можешь делать для себя пряники, а можешь делать для соседа и соседу продать. Либо вообще на выставку отвезти. Вот. И она на этом сделала полтора миллиона уже. Полтора ляма на... Курсе по тому, как делать пряники. Как делать пряники. Типа она умела раньше делать пряники сама для себя. И сейчас умеет. И теперь... Да, умеет и сейчас. И теперь учит других, как делать пряники. Да. Ну что, друзья, мы продолжаем изучать криптовалютный рынок. Пока у меня только негативный опыт инвестиций в крипту. Я попросил своего помощника, чтобы он закинул 2 миллиона рублей в инвестиционный фонд Кернит. Иду в банкомат, чтобы положить деньги на карту и перевести их к биткоину. И здесь у нас полтора миллиона. 500 мы уже закинули. Поэтому практически всю сумму мы сейчас внесем на карту. В общем, я взял несколько карт из знакомых. И буду отправлять через них. Потому что с одной карты лимиты, возможно, будут превышены. Короче, все. Денежки мы на карточки закинули. Теперь идем садиться поудобнее и заходить на сайт обменника. Будем менять рубли на биткоины. Это фонд Жени Лурионова. Женя мой друг, я его знаю давно, ему доверяю. Я ему отдал 2 миллиона рублей. Что же теперь? Прошел месяц. И теперь у меня 1 миллион 200 тысяч. Я потерял 800 тысяч рублей. Это очень хреновая новость. В общем, я очень надеюсь услышать вразумительные ответы. Где деньги? Что будет дальше? Может быть, уже пора забирать. Может быть, там все рухнуло. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что за этим есть какое-то будущее. Короче, я вас познакомлю с Эдиком, это управляющий фонда. Эд, здорово. Где мои деньги? Где деньги? Присаживайся. Присаживайся. Ну, давай, попробуй. Терек, смотри, какая ситуация. Изначально, когда ты вложил, у нас сумма уже за вычетом всех комиссий, за вычетом всего составила 30 тысяч 438 долларов. На сегодня прирост твоего портфеля, не прирост, а динамика твоего портфеля, да, минус 38 процентов. Hello, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Потерял 1 миллион рублей меньше, чем за месяц. Я самый успешный инвестор года вообще. Ну, давай, рассказывай. Смотри, прошел 6 февраля, мы открываем, я тебе сейчас покажу несколько графиков, то есть к тому, то есть мы помним, что мы инвестируем в портфель, у нас есть 2 основных портфеля, это голубые фишки и Rabbit Creek. Сейчас давай поясним, что такое Rabbit Creek и голубые фишки. Rabbit Creek это 2 портфеля, голубые фишки более консервативный портфель, Rabbit Creek портфель, имеющий больший охват на криптовалютном рынке, то есть туда входит 60-70 валют из топ-100. Вы берете деньги, вкладываете в 100 монет примерно, ну, там, или 50 монет. В 60-70. 60-70 монет и пересматриваете их раз в месяц? Да, раз в месяц, то есть раз в месяц мы смотрим. Вы не трейдите там, типа, каждый день купить-продать, а просто вот положили, как-то посчитали, что в этих монетах должно быть выгодно, и потом корректируете раз в месяц, если какие-то монеты там провисают. Да, да, да. Понял, окей. Что происходило на рынке? То есть мы видим, да, что когда упал биткоин, мы уже восстановили позиции ко 2 января, ну, и, соответственно, начали расти дальше вверх. Я, короче, на самом пике зашел. Ну, не на самом, был еще один день, когда был не пик, и вот мы видим. Надо было на день позже еще. Да, на день позже. 7 января был пик, вот, причем у нас есть инвестор, который зашел действительно 7 января. И 13 января был еще пик. То есть у 13 января, если бы я зашел, то я гарантированно был бы худший инвестор года. Вот, соответственно, что идет дальше? Дальше пошла коррекция рынка. Я тебе сейчас показываю график динамики наших портфелей, ну, вот здесь видно. То есть сейчас мы находимся на уровне примерно 29 декабря, то есть когда после коррекции биткоина мы начали восстанавливаться. Смотри, я покажу тебе... То есть, короче, весь рынок упал, биткоин упал. Теперь смотри про весь рынок. Я открываю график. Это капитализация всего рынка криптовалют. То есть когда ты инвестируешь в широкие портфели, лучше смотреть не на стоимость конкретной криптовалюты, вот, особенно если это 60-70 валют. Лучше смотреть на динамику капитализации рынка. Вот смотри, вот мы видим. Сейчас я сделал чуть побольше. Это последний год. Ты вошел 6 января, это был самый пик. Вот 7-го только было, чуть больше. 7-го капитализация достигала 827 миллиардов. 827 миллиардов это все вложения денег в криптовалюту в мире. Это стоимость всех криптовалют в мире. Стоимость всех криптовалют в мире на 7 января был. 827 миллиардов. Когда ты вложился 6-го, капитализация составляла 796 миллиардов. Вот. И после этого мы видим, что это был, собственно говоря, самый пик. Подожди, и сейчас сколько составляет вот сейчас? На текущий момент, вот прямо сейчас, когда мы снимаем, 487 миллиардов. 487. Хана. То есть половину денег из всех криптовалют мира люди просто забрали за неделю. Ну, не совсем так, если уж совсем в экономику убираться. Ну да, но в стоимости все криптовалюты в целом потеряли ровно 50%. Короче, ребята, рынок не для слабонервных. Но смотри, в целом нужно понимать, что вообще инвестиции в криптовалюты это отдельный класс активов на сегодня, имеющий свои особенности. И как раз дичайшая волатильность это особенность инвестиций из класса криптовалюты. То есть мы понимаем, что мы можем за день сделать плюс 100%, ну и потом, собственно говоря, еще на следующий день сделать минус 100%. Это нормально для этого рынка. Мы не рекомендуем сюда ни в коем случае вкладывать там заемные, какие-то еще средства. Нужно понимать, что это в любом случае на сегодня остается рискованной инвестицией. Да. И туда нужно вкладывать те деньги, которые мы готовы потерять. Вообще, почему это произошло? Скажи, почему все упало? И почему я об этом узнал последним, что так произойдет? Во-первых, был плохой новостной фон. Есть валюта USDT, это тизер, стоимость которого привязана к доллару. Он уже несколько раз передвигает свои аудиты. И, собственно говоря, буквально на днях Bloomberg почему-то опубликовал новость от 6 декабря о том, что владельцы тизера были вызваны в суд. И почему-то он сделал эту задержку практически два месяца. То есть вот такое ощущение, как будто кто-то этим играет. Да. Это первое. Второе. Если мы посмотрим динамику последних трех лет, дальше мы открываем 2016 год и смотрим историю. Год мы начали с отметки 455, 430, 455 долларов. Сходили на 387, на 370. И вот держали, собственно говоря, в этом уровне до, это у нас 27 февраля, до конца февраля. И потом постепенно-постепенно-постепенно начали расти. Ну и видим, что основные пики приходятся у нас на июнь. А почему на лет? Уже третью весну подряд. Ну, видимо, гормоны играют у криптоанархистов, и они начинают в весну именно вкладывать деньги. Да. Я сейчас покажу весну 2017 года. Она самая такая, на самом деле, позитивная. Мы год начали с 1091. Ушли вот там 893 мы видели, вот 796 мы видим. Февраль 19-е мы восстановились. И вот у нас по капитализации, если посмотреть, да, вот про весну теперь говорят. То есть вот конец года пошла корректировка. Да, порядка 10 раз примерно за год. Ну, там 12 раз получается. Ну, я понял. Короче, то есть последние 3 года, каждый январь какое-то падение. Потом февраль восстанавливается, потом ничего особо не происходит. И ближе к весне все идет вверх. Аж сдувает. Да. Здесь реально, ребят, здесь, несмотря на то, что везде окна открыты, несмотря на то, что огромное количество вентиляторов стоит, все равно... И на улице минус 10. Да, на улице минус 10, все равно очень жарко. Реально жарко. И я не представляю, что это будет происходить летом вообще. Летом тут вообще баня. Да, это жара. Слушай, ну вот расскажи, можно купить биткоин, например, да? Х2 или Х3 можно сделать за несколько дней или даже недель, месяцев. Вот. Здесь, ну там, полтора года окупаемость. Вот зачем... Слушай, ну это история более понятная. То есть крипто не будет всегда расти. Да. Вот. Но тут ты получаешь прогнозируемую понятную доходность. То есть даже когда крипто падает, вся, весь рынок падает, все равно здесь примерно понятные окупаемости остаются. То есть там, допустим, 5, 7, 10, 15 процентов в месяц тут можно будет зарабатывать. То есть всегда у тебя останется железо, оно твое. И вот смотри, цена этого на рынке падает или нет. Если ты купил карту, то она через 2 месяца будет падать. Нет, вот карты, они практически не дешевеют. У нас вообще складывается ситуация, что даже те, то, что мы покупали полгода назад, если нам надо что-то продать, но кто-то с клиентом, например, он хочет выйти по каким-то причинам, деньги понадобились, то он продает это сейчас даже в ноль, минимум в ноль, а то есть с наценкой. Потому что, то есть вообще ситуация такая, что все это только подорожало. Слушай, а сколько вот эти, наверное, те, кто продает карты, там, Nvidia, да, сколько у них акций, там, наверное, пипец выросли, что там происходит? Нет карты сейчас. То есть их сейчас ни у кого нет. Даже у нас там с большим трудом очень маленькое количество и дорого. Я слышал, что, типа, ты можешь, например, ты улетел, и твоя карта, что-то там случилось, да, и ты там, через две недели приезжаешь, она не работала, такое может быть, да? То есть надо технически постоянно... Это система специальная, которая автоматически все это мониторит, сами принимают решения, там, например, карты перегреваются, это тоже плохо, он может ее отключить, одну карту. Если карта отключилась сама по себе, он перезагружает там всю машину, все это автоматически бежит. Раньше мы это руками делали, сейчас у нас все это делают роботы. Слушай, расскажи, как это все началось, вообще, как ты угодил в эту тему, в криптовалюту? Слушай, я всегда интересовался чем-то новым, у меня даже друзья говорят, что я всегда в теме каких-то всех, вот новых айтишных историй, вот, я начал этим интересоваться еще в тринадцатом году, когда биткоин сначала был на хайве, потом упал из одной биржи, вот, и как-то, ну, просто, знаешь, типа, интересовался новостями, а потом, где-то полтора года назад я решил, что начну сам инвестировать в крипту, то есть какую-то часть средств твоих, нашел людей, кто мне помог собрать ферму, купил видеокарты, вот это все. Сам руками все это сделал. У меня стояла ферма. Сначала одна, потом три, вот, и они там добывали для меня что-то, вот, и, как бы, мои друзья, кто знал, что я этим занимаюсь, когда начался хайп, мы начали обращаться уже, типа, Женя, можешь нам помочь, там, сделать, там, еще что-то, вот, и из этого начал получаться бизнес, вот, и в какой-то момент мы стали, у меня партнер появился, вот, и мы стали такой, как фонд выступать, который привлекает средства. С вами не надо вообще заморачиваться, да, то есть не надо, человек не сам покупает, да, там, себе ставит и разбирается, он просто вам доверяет деньги, вы на это закупаете оборудование, привозите сюда, все подключаете, и как вы дальше еще даете какой-то кабинет? Мы даем вам доступ в пулу, где полностью видно весь мониторинг, виси отчеты, сколько чего заработано, кошельки. Вы арендуете помещение, да, как это происходит? Ну, да, мы не арендуем его, оно в собственности, у наших друзей, да, и мы, собственно, здесь решили все это разместить, потому что здесь подходящие условия были по стоимости электричества, оно здесь достаточно дешевое, и по площадям. Да, сколько у вас сейчас обходится вот именно обслуживание, не знаю, аренда, электричество, вот все это, накладных расходов, вот сколько? Ну, основное это электричество, это 95%, электричество, несколько миллионов в месяц мы платим. Копец, несколько миллионов в месяц? Да. Нормально. Слушай, а может такое случиться, что это все, короче, нахер развалится? Может, но это не точно. Не, на самом деле сейчас уже криптовалюта это феномен, который вошел в нашу жизнь, то есть я себе не представляю такого, что раз там и момент, все в нее перестанут верить, там, многие проводят сравнения некие, там, с пузырем доткомов, там, еще с чем-то, но реалии таковы, что она получает все большее реальное применение в обычном мире, и, скорее всего, уже придется смириться с тем, что это часть нашей жизни. Ты запаковал свои знания? Курс никуда не делся, я время от времени там его возобновляю, но это не является чем-то таким вот, знаешь, вот в онлайн образовании, ну, в целом, у тебя сейчас нравятся клипы, и ты кайфуешь, у тебя это драйвит, и когда у тебя энергия туда идет, и ты получаешь кайф от этого, не только деньги. Ты просто работал через запуски, знаешь, можно работать через запуски, регулярно заблокировали, может, в автобинарную барах, типа там. Да, туда я это не знал. А, туда я не знал. Да, я на самом деле есть в интернете, есть в интернете ролик где-то года два назад, Серега меня интерьировал, у меня школа Фри Поблистия, бесплатная популярность, как бесплатно опубликоваться, Форбс, там, как... Это вторая школа, у тебя первая школа бега, вторая школа... Фри Поблистия, и, соответственно, Фри Поблистия докачал сильно, и Серега у меня провел интервью, и он спрашивает, а вот ты по какой модели делаешь, автобинарную или какой, я говорю, что такое автобинарную, вот, тогда я еще не знал, а сейчас у нас все отстроено на автолебах. Расскажи про вторую школу. Я в кнопке жизни, у меня совершенно случайно получилось попасть в ротацию, но во все телеканалы, во все СМИ, Форбс, Коммерсант, там, Секрет Фирмы, ведомости. Бесплатно. Все нас, да, все о нас писали, и я понял законы Жанны, как это все работает, и когда мы делали школу бега, школу отношений с женой, ну, мы даже не знали, что вообще есть там такое слово, как онлайн, там, образование, еще что-то, ну, просто, ну, что-то мы думали, что мы вообще инноваторы в этом. Мы захотели, чтобы наши выпускники писали о нас, ну, не только мы о себе рассказывали, а чтобы они, вот, ну, благодарные выпускники, начинали писать, и мы решили взять 10 человек отобрать на бесплатный курс, как сделать так, ну, как опубликоваться в топовых СМИ. И мы сделали, и это прям так людям понравилось, они начали просить еще, рекомендовать друзьям, и следующий мы сделали уже платный. А это бесплатно? Нет, это платно сейчас уже, сейчас это стоит, там, от тысяч, наверное, 10 до 250, в зависимости от пакета, ну, если тебя, там, типа, ведут тебя за ручку, вот, там сейчас появился курс по книге, курс по тому, как, там, видеоконтент создавать, то есть... Как написать книгу? Как написать книгу, вот как раз первое, вот сегодня я стартовал курс, как написать книгу. А ты написал книгу? Мы сейчас как раз в курсе пишем книгу, вот, у меня, я... У меня жена, у меня жена, у меня уже, у жены книжка «Правила прибыльных стартапов», она как раз про мой бизнес «Кнопка жизни» написала, в «Ман Иванова Фербера» издала, сейчас написала книжку «Как стать популярным автором». У него жена лицо в этой школе, она там преподает, и... Я продюсер, такой, продюсирую жену. Да, это самая такая, легкая, простая модель. Жена была каким-то скиллом, интересно, ее запаковать. Да. Так, ребята, если у вас жена обладает каким-то скиллом, если вы, соответственно, муж, то что делать? Ну, жена, соответственно, должна уметь хорошо говорить. Ну, самое лучшее, это просто понять, как ее запаковать. Вот ее скилл, например, она умеет глубоко заглатывать. Это тоже есть такие курсы. Как сделать так, чтобы муж был счастлив? Самые безумные знания, которые вы думали, что невозможно запаковать, не запаковать. Да, я как раньше думал. Я раньше думал, что в онлайне, ну вот, какие ниши качаются, там, ну, обучение бизнесу, например, там, начальник, а тут же там все пошли. А, окей, там, ну, кстати, говорят какие-то игроки, потом обучение английскому. Вообще, я сейчас до сих пор обучение английскому – это самая популярная ниша. То есть, больше всего люди обучаются именно английскому в интернете. Ну, то есть, во всех странах это самые большие школы, в принципе. Вот в России Skyeng делает 800 миллионов рублей ежегодно. Выручки. Выручки. 800 миллионов рублей. Да, они сейчас оттенены, там, 600 миллионов долларов. Короче, давайте что-нибудь разыграем. Чего у вас там есть такого, что можно разыграть? Сам только может быть годовое обучение. Блин, давайте это будет очень круто. Давайте годовое обучение. Одно. Ну, давай. Давай? Да. Супер, огонь. Короче, ребят, смотрите, чтобы выиграть годовое обучение, это офигенно, да? То есть, годовое обучение, как стать… Как создать онлайн-школу. Как создать онлайн-школу собственную. Да. Ребят, смотрите, пишите комментарии, напишите, почему именно вы должны выиграть этот годовой абонемент на создание онлайн-школы, что вы можете отдать миру, какие знания у вас есть. Напишите в комментариях, и мы выберем самые крутые знания, самый крутой опыт, вот, не только ваш, может быть, вашим знакомым или другом, может, у вас есть кто-то, носитель каких-то гениальных идей, офигенно, это будет очень круто. Давайте, пишите в комментариях, мы выберем самого лучшего, и, конечно же, вы должны быть подписаны на канал. Давайте. Бам! Что делать сейчас, вот мне, с этими деньгами? С этими деньгами? У тебя есть два варианта. Да. Вариант первый, совершить так называемый паник сейл, это когда все падает, ну, и ты, собственно говоря, выходишь и фиксируешь обык. Это первый вариант. Второй инвестор, опытные инвесторы говорят, закупай тогда, когда… Что же так опытный? Опытные инвесторы говорят, закупай тогда, когда льется кровь. Собственно говоря, ты видишь, что сейчас льется кровь, я напоминаю, что это рисковый класс активов, поэтому вкладывать туда все деньги я не рекомендую. Но, если есть какая-то возможность сейчас докупиться, или, если вот, особенно тем, кто нас смотрит сейчас, твоим зрителям, твоим подписчикам, если вы ждали и не закупились 20 декабря, закупитесь. Положите какую-то ту сумму, которую вы готовы в случае чего потерять, вот, но потому что перспектива у этого рынка очень большая. Мы ожидаем прироста, прилива капитала в текущем году в районе 2-3 триллионов долларов в рынок. То есть рынок должен вырасти примерно в 3-4 раза в этом году? 5-10. 5-10 раз. Смотря от какой точки, ну да, сейчас же, сейчас же 500 получается. Да, да, да. Либо докупаешься, либо... Либо ничего не делаешь. Либо ничего не делаешь. Короче, смотри, я этот, давай, я лучше ничего не буду делать, потому что, если, короче, когда начнет расти, тогда буду докупаться. Но, в принципе, сейчас, я думаю, что вот этот, если эти две недели, там, если этот месяц реально будет чуть-чуть расти вверх, то я докуплюсь где-то в конце февраля. Я буду в своем телеграм-канале, в котором у нас уже выходят там всякие новости о бизнесе, последние, самые крутые новости. Мы там переводим, переводим англоязычные статьи. Короче, крутой контент, там выходит постоянно самое-самое свежее, что есть в бизнесе, все там выходит. И я там же буду выкладывать свои новости, буду выкладывать прям вам свой портфель, как он выглядит, сколько сейчас там денег. И вы сможете следить вместе со мной за тем, что происходит с этим портфелем. Вот, и смотри, короче, я не уйду отсюда, если пока вы не сделаете, давай какую-нибудь поблажку, ну, или что-то, какой-то бонус для наших ребят, кто нас смотрит. Кто, у кого это стальные яйца и кто готов реально вложить свои деньги в фонд и сейчас войти в этот рынок и ждать вот этого X5, X10 за этот год. Бонус для подписчиков будет следующий. Тот, кто зайдет в феврале, комиссия у нас снимается первого числа каждого месяца, комиссия за успех. Вот, соответственно, для тех, кто заходит, она не снимется первого марта, а она составляет 30% от суммы прибыли. То есть вы берете, а, ну, это я уже знаю, вы берете 30% от прибыли, которую получил человек, если он ничего не получил, то вы ничего не берете. То мы ничего не берем. Да, 30% и сейчас для всех подписчиков, слушай, на меня тоже тогда это распространяется. Все, договорились. А ты в январе ушел. Ну, все равно, давай, нет, все, на меня эксклюзивно, короче, в этом месяце вы не берете 30% с прибылью. Все, договорились. И, короче, ребят, для вас 30% от прибыли, те, которые берет управляющий фонд за управление вашими деньгами, в этом месяце не берется. То есть бесплатно вы можете привезти деньги, там ими отторгуют, то есть вы увидите, что там происходит внутри, сможете в личном кабинете каждый день смотреть остатки на счете, вот, и по итогам месяца уже принять решение. Если все пойдет так, как ты говоришь, то до конца февраля я тоже докуплюсь. Пишите комментарии, как вы думаете, Эдик наебывает меня или нет, вот, будут ли там деньги, будет ли прибыль, действительно ли рынок пойдет вверх. Я очень надеюсь, что это будет так, вот, и, да, на самом деле я уверен, потому что если три года повторяются одно и то же, то, скорее всего, четвертый год подряд будет, ну, то есть будет то же самое. Вот, короче, следите. Я доверяю фонду, потому что там реально Женя Лурионов, которого я знаю давно, это реально чувак, который, ну, он бы не стал хайпить там на каких-то маленьких там деньгах, то есть лучше гораздо работать в долгу. Я, кстати, слышал вообще, что вы сейчас научились от юрлиц принимать деньги. Но мы научились не сейчас, мы научились уже в конце декабря, уже даже в том году, в конце того года. То есть вообще была проблема раньше, что с юрлица невозможно отправить деньги в криптовалюту, это было незаконно? Возможно, но это было бы незаконно, да, и, собственно говоря, за это бы наказались. Сейчас для крупных инвесторов, так как у нас мы работаем не только с розницей, но и с корпоративными клиентами, вот, мы нашли возможность инвестировать в криптовалюту абсолютно белую. Это делается через хедж-фонд, это делается с администратором, это делается с аудитором, это делается подконтрольно регулятором, соответственно, тому, где зарегистрирован фонд. И можно без проблем завести деньги в фонд. От юрлица отправить деньги на счет? Отправить деньги на счет. Куда-то, да, да, это иностранный счет, это иностранный хедж-фонд. Можно завести деньги, там все будет инвестировано в криптовалюту. Администратор отвечает за сохранность, собственно говоря, ваших средств. Администратор это кто? Администратор это контролирующий орган, который как раз выступает гарантом того, что фонд действительно управляет деньгами и делает все в рамках... А кто это администратор, что за компания? Это компания Apex, это ирландский администратор. Большие они, сколько они там? У них в управлении сейчас 0,3-0,4 триллиона долларов. Вау, 300 миллиардов долларов. 300-400 миллиардов долларов, да. Да, прикольно. Вот, поэтому можно с юрлица перевести деньги, инвестировать, получить прибыль, вернуть ее обратно, заплатить с нее налоги. Заплатил налоги, спокойно. То есть тоже на юрлицо принять обратно? На юрлицо, да, да. Какие там налоги? Честно, я не знаю, какие налоги, потому что все пока что только заводят. Вот, еще у нас выходов не было. Да, ну, примерно как? Ну, скорее всего, это доход с... Налог на доход с инвестиционной деятельностью. Для компании это, наверное, зависит. 20% в районе 20-25 лет. Слушай, ну, короче, я надеюсь, что все будет окей, поэтому деньги я оставляю. В конце февраля захожу, если все пойдет так, как ты говоришь. Вот, и вам, ребят, советую разобраться в этой теме. Кстати, с каких денег можно класть? Вообще у нас было вот 5 тысяч, вот, сейчас мы маленько снизим, вот, от 0,1 битка. То есть, ну, сейчас это примерно 1000-1000-1500 в один портфель. 1000-1500 долларов, это можно 100 тысяч рублей, принципе, закинуть? Ну, да, да, да. Ребят, оставлю вам ссылку на сайт, зайдите, все почитайте там. Там, понятно, ну, то есть, ты захочешь на сайт, оставил заявку, да, или как? Нет, не оставляешь заявку, сразу же регистрируешься, вводишь свои данные, проходишь идентификации, пополняешь счет биткоинами, и уже со счета своего внутри личного кабинета ты можешь проинвестировать в любой портфель или вывести средства. Да, а завести на счет биткоина, это, это... Завести на счет биткоина и... Как вот, если у человека наличные на карте? Варианта два. Вариант первый, это обменники, вот, соответственно, LocalBitcoins BestChange. Вот, вариант второй, если это сумма от 20 тысяч долларов, вот, то напишите... Тебе. Не мне, ну, можно... Давай тебе. Давай, короче, смотри, давай так, на все вопросы ты давай сам ответишь для наших подписчиков. Короче, личный сервис. Оставлю ссылку на твой инстаграм, на твой телеграм, и оставлю ссылку на сайт, куда можно зайти, и там все почитать, что там, что вы делаете. Обязательно разберитесь в теме, вы должны понимать, куда вы вкладываете деньги, что такое криптовалюта. Посмотрите еще ролики в интернете, посмотрите наши предыдущие видео, там более-менее мы объясняем. Вот, поэтому учитесь, и учитесь в том числе инвестировать деньги, это действительно важный навык. Вот, ну ладно, короче, будем следить за развитием событий, спасибо. Давай, все, пока. Так, Жень, расскажи, в итоге, вот прям для дураков, для чайников, как можно заработать на оборудовании, вот, в криптовалюте? Давай, первый, первый способ, это купить оборудование, поставить его у себя дома, и там каким-то образом им управлять. Как правило, это геморройно, и много очень получается таких шероховатостей, на которых теряются деньги. Второй способ, это купить оборудование и отдать его профессионалам кому-то, там дата-центр какой-то, вот, там уже скорее всего будет лучше, но зависит от людей. Третий способ, это заказать оборудование из Китая, просто о нем мало кто думает, и когда оно приедет, даже не оставлять его себе, а сразу же продать, вот. Это хороший сейчас инвестиционный инструмент, который достаточно твердый, потому что это не крипта, которая постоянно прыгает вверх и вниз в графике, а это именно оборудование, которое железо твердое. Даже когда валюта дешевеет, все равно оборудование реагирует на это падение цены в своей цене где-то через 2-3 недели, то есть, ну, не скоро. Вот, то есть, это гораздо более такой надежный инструмент. А сколько вот оборудования едет из Китая в Россию? Вот, там тоже есть два варианта. Мы, например, как поставляем? У нас первый вариант, это поставка через неделю, это то, что мы покупаем, ну, на самом деле, вообще даже 3-4 дня занимает, иногда даже 2 дня занимает. Вот, ну, берем неделю, так, чтобы заложить все там. То есть, за неделю после того, как вам отдали деньги, уже оборудование в Москве, да? Да. Стандартная история, человек дал 260 тысяч рублей, например, на одно устройство. Оно приехало через неделю, он продал его за 300. Есть вторая история, это когда отсроченные поставки, то есть, мы, например, покупаем напрямую на заводе, по цене завода, но они отгружают через 2 месяца. Там гораздо дешевле, там можно купить за 130, а продать там за 300 за те же. То есть, там уже вообще есть 2. Но это надо ждать 2 месяца. 2-2,5 месяца. Купец, ну, на самом деле, как бы, я когда свитера покупаю, я в мае кладу деньги и в декабре их возвращаю. Я думаю, нормально, полгода. Тут по-другому видишь. Да, это капец. На самом деле, вот даже мне, мне пишет огромное количество народу постоянно, типа, Сергей, подскажи, там, знаешь, самые тупые вещи, там, например, даже, ну, как бы, там, слушай, а что лучше, криптовалюта? Или биткоин, там. То есть, ну, как бы, ребята, это одно и то же. Вот, поэтому, вот, какие-то, я не знаю, вот тебе какие идиотские вопросы тебе задают вообще? Слушай, какие только не задают, вообще, очень странные, прямо вот топовые вопросы сейчас даже не смогу назвать, потому что их очень много, большое количество. Меня настолько уже задолбали этими вопросами регулярными, что я решил для своих сначала знакомых просто записать маленький курс часовой, который, когда мне задают странные вопросы, да. Просто, ну, из-за того, что большие компетенции уже получил в этой области, когда у тебя человек спрашивает, там, что такое крипта, почему этот, там, заговор ЦРУ, там, объясни, почему ты считаешь, что это не так. Я говорю, слушай, давай я тебе вот отправлю ссылочку, ты посмотришь, разберешься, а потом мы с тобой поговорим, когда у тебя будет другой уровень понимания. Слушай, ты вообще нормально заморочился. Короче, я просто экономлю свое время, да. То есть, есть часовое видео, да, где ты рассказываешь, что это такое. Да, да, да. Блин, это вообще огонь. Я там рассказываю 7 основных ошибок, которые допускает 95% людей, которые заходят в этот рынок. Хотят купить ее, связаться, как-то инвестировать. Слушай, это прикольная тема, я сам посмотрю. Да, ребят, оставим вам ссылку на этот курс и не задавайте, Жене, идиотские вопросы. Мне тоже не пишите вопросы, типа, что такое криптовалюта, или там, как мне гарантированно заработать 15 тысяч рублей без вложений. Не пишите, просто посмотрите этот курс, там ответы на все вопросы, я уверен, что Женя там нормально подготовился, вот. И оставлю ссылку на инстаграм Жени, вся инфа полезная там, короче, я в этой теме сейчас попробую разобраться сам. Посмотрю этот курс, разберусь, и что-то мне подсказывает, что я к тебе еще вернусь. Вот, я надеюсь, что эта тема, что, короче, тут можно заработать. Но я уверен, что можно, потому что, типа, 10 тысяч человек не могут ошибаться. Смотри, сейчас вообще идеальное время, чтобы заработать, потому что был момент, когда там биткоин стоил 10 тысяч долларов, потом стоил 20 тысяч долларов. Сейчас он стоит опять 10. И вот в моменте, когда он стоил 20, люди хорошо зарабатывали, там, 15% в неделю. Сейчас, когда он стоит 10, они тоже зарабатывали, там, 15%. Когда он падал, они, может быть, чуть-чуть, там, ну, не 15, а, там, 7-8 в неделю. Но когда он рос, у нас есть люди, которые заработали 50% в неделю. Потому что они купили оборудование, пока оно ехало неделю, оно подорожало почти в полтора раза. То есть оно подорожало на 30%, плюс еще, ну, их маржинальность в 15 заложено. И они такие, типа, так вообще бывает, 15%. Типа, мы 20 декабря отдали деньги, а 27 забрали в полтора раза больше. Слушай, ну, короче, получается, ну, для тех, кто в очень долгую, да, это можно закупить себе, поставить, отдать на обслуживание, да, там, да, да, да. Для тех, кто хочет прямо сейчас, надо купить, продать, да. Круто. Будем держать вас в курсе всего, что происходит на рынке криптовалюты. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Уважаемый Николай Сиротин, я тебя поздравляю. Знаешь, с чем ты выиграл эти часы? Эти часы придется снять их, очень я их полюбил. Вот, но это часы от Вилса Ком. Ты оставил комментарии, теперь часы, которые Валя носил сколько-то времени, по-моему, много, год, что ли. Короче, они переходят к тебе. Я тебя поздравляю, ты красавчик, друзья. И все остальные, вы не отчаивайтесь. В каждом конкурсе мы разыграем что-то. Последнее время часы очень часто. Вот, так что вам тоже улыбнется удача. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в каждом конкурсе обязательно участвуйте. Николай Сиротин, а ты пиши мне ВКонтакте или напиши в Инстаграм, в Директ. И эти часы будут твои. Приезжай в офис или я отправлю тебе их по почте. Давай, поздравляю тебя. Ты красавчик. Сиротин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...